Как и в любой стране, каждый день в Беларуси происходят те или иные преступления. Все они разные, начиная от краж с мошенничеством и заканчивая убийствами. Каждое преступление, несомненно, ужасно и жестоко по-своему. Но время от времени происходит то, что не поддается никакому объяснению. Что ставит на уши всех жителей страны. Ведь пройти мимо такого зверства и не обратить на это внимание просто невозможно. 14 февраля 2024 года стало именно таким днем. Для многих жителей страны этот день стал поистине траурным. И определенно останется таким на долгие-долгие годы. Днем 14 февраля навестить внуков в одну из многоэтажек по улице Завадского в Орше пришла бабушка. Женщине все никак не удавалось дозвониться до матери детей, поэтому она решила навестить их и убедиться, что все в порядке. Когда женщина открыла дверь в квартире своим ключом, то очень удивилась нехарактерной тишине. Кроме 36-летней Ирины Куранковой, здесь проживали еще шесть несовершеннолетних детей. Двое из них, учащиеся 8 и 11 класса, находились в это время в школе. А вот остальные малыши должны были находиться дома с мамой, однако в квартире словно никого не было. Когда женщина вошла в комнату, то испытала настоящий шок. Дети лежали на полу в ряд, без признаков жизни. А рядом с ними находилась окровавленная Ирина. Судя по порезам, становилось очевидно, что она пыталась ввести счеты с жизнью. Несмотря на шоковое состояние, бабушка малышей немедленно вызвала скорую помощь. В тот день соседка, которая проживала внизу над квартирой Ирины Куранковой, находилась дома вместе с супругом. В какой-то момент женщина услышала громкий плач, который раздавался откуда-то сверху. Супруги поднялись на этаж выше и увидели там соседку. Женщина была словно под гипнозом. Смотрела в одну точку и никак не реагировала на окружающих. Спустя считанные секунды к ним вышла другая соседка сверху, которая услышала крики и плач пожилой женщины раньше и также прибежала на помощь. Она сообщила обеспокоенным соседям, что Ирина убила своих детей и что по указанному адресу уже выехала милиция. Учитывая, что на руках Куранковой были серьезные повреждения и к моменту приезда скорой помощи она потеряла уже достаточное количество крови, многодетную мать немедленно доставили в реанимацию. Прибывшими на место трагедии экспертами было установлено, что смерть малышей наступила в результате асфиксии. На их телах были обнаружены следы от удушения. Сомнений не было. Детей убила родная мать. Самому старшему ребенку на момент гибели было 8 лет, а младшему – 1 годик. Двух детей постарше Куранкова задушила колготками, а самых маленьких – подушкой. Перед следователями стояла непростая задача – выяснить, что же послужило причиной для такого зверского поступка. Чтобы узнать истину, им необходимо было для начала собрать как можно больше информации о самой семье. Свою работу они начали с допроса близких и знакомых Ирины. Так было установлено, что данная семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. У всех детей были разные отцы, которые никак не участвовали в их воспитании и содержании, вели аморальный образ жизни. До декретного отпуска по уходу за третьим ребенком Ирина работала на Рашанском льнокомбинате, – оператором машинного оборудования. Но после его окончания на работу так и не вышло, поскольку очередная беременность не заставила себя долго ждать. Соседи считают, что трех последних детей Ирина родила от законного супруга – Дмитрия Куранкова, поскольку примерно за годы четвертой беременности они как раз стали проживать вместе. Дмитрий работал сварщиком на заводе «Легмаш». Стать хорошим отцом и мужем у него так и не получилось. Каждый раз вместо семьи мужчина выбирал бутылку. Более десяти раз Куранков привлекался к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Тот период времени соседи вспоминают с ужасом. По их словам, когда Дмитрия забирали на несколько суток в участок милиции, в квартире Куранковых было относительно тихо и спокойно. Но как только он возвращался, крики и ругань не прекращались. Знали все соседи также и о том, что супруг избивает Ирину. Нередко на ее лице были заметны синяки и ссадины. Примерно за полгода до трагедии ситуация с буйным соседом лишь усугубилась. Неоднократно его спящего замечали на площадке на коврике под дверью. Разговоры и объяснения не помогали. Опасаясь за жизни своих детей, да и за свои собственные, соседи обратились в милицию. И настояли на том, чтобы в отношении Куранкова были предприняты какие-то меры. Милиция пошла навстречу. В итоге пьяницу и дебошира отправили в лечебно-трудовой лагерь, где он находится и по сей день. Саму же Ирину знакомые и соседи описывали как непьющую, спокойную, неконфликтную, но замкнутую женщину. Ее поведение и поступки они всегда считали странными. Так они поделились с исследователями, что во дворе с детьми Ирина не гуляла. Если она и выходила изредка с ними на улицу, то шла почему-то в соседние дворы. Дом, в котором проживала семья Куранковых, совсем новый. Он был сдан в аренду лишь в 2017 году. Его жители – это люди, которые имеют право на социальное жилье, в основном многодетные семьи. Само собой, в этом доме проживали друзья и одноклассники детей Ирины. Однако никого из них в квартиру она никогда не впускала, а порой даже не открывала дверь собственным детям, так как боялась, что они кого-то привели в гости. Тем не менее, даже то, что порой соседям удавалось мельком увидеть в квартире, говорила о том, что семья испытывает серьезные финансовые трудности. В квартире практически не было мебели, и царила полная антисанитария. Нередко соседи также слышали и от самих детей Ирины, что у них дома даже нет еды и не на чем спать. К счастью, в мире полно добрых и неравнодушных людей. Такие проживали и в Орше, в доме номер 3 по улице Завадского. Чем могли, они помогали семье Куранковых. Приносили продукты, одежду и вещи. Однако бывали случаи, когда отданные Ирине вещи, которые находились в довольно хорошем состоянии, уже через считанные дни лежали в мусорном контейнере. От такого поведения многодетной матери всякое желание хоть как-то помочь семье исчезало. Однако при виде голодных детских глазок приходилось порой наступать на свою гордость. Соседи рассказали следователям, что в корне поведение Ирины изменилось примерно полгода назад, как раз после того, как ее супруга поместили в ЛТП. Они не смогли конкретно сказать, в чем именно это проявлялось, но объяснили, что не нужно было быть психологом, чтобы понять, что у человека что-то творится с головой. Некоторые из них считали, что так как женщина одна тянула все на себе, то, вероятно, в какой-то момент у нее просто поехала крыша. Вообще никакая просто смотрела в одну точку, никак не реагировала. Я никогда не забуду ее глаза, поверьте. То, что было вчера, это не подвластно, просто это ужас, это катастрофа. Это честно, когда я туда зашла, это все. Учитывая, что о проблемах в семье Куранковых знали и родственники, и соседи, остается вопрос. А где все это время были детский сад, школа, больница? Неужели они не замечали, что дети недоедают и плохо выглядят? Где были социальные работники? Почему позволили детям проживать в таких нечеловеческих условиях? Ведь они знали, в каком аду приходится жить несовершеннолетним, учитывая, что семья была поставлена на учет. Следователям удалось установить, что педагоги из школы, в которой дети обучались, а также работники поликлиники, за которой семья была закреплена, нередко приходили домой к Куранковым. Однако Ирина никого не пускала на порог и даже не открывала дверь. Было также установлено, что до трагедии в отношении семьи трижды проводились социальные расследования. Последняя проверка прошла в январе 2024 года. По ее итогам, дети были признаны находящимися в социально опасном положении. По словам соседки, которая находилась в день проверки дома и была очевидцем происходящего, многодетные матери пригрозили, что детей у нее заберут и отправят в детский дом. Однако в тот момент ее интересовал лишь квартирный вопрос. Милиция сказала, что мы сейчас засвидетельствуем и заберем детей. Она ответила на это. Вы надолго их заберете? А квартиру мне оставить? То есть она так себя ввела. Там у нее была антисанитария. Соответственно, она была поставлена в СОП. Но когда приходили социальные, да, с 20-й школы приходили, с 9-я школа приходила, и поликлиника ее постоянно искала, она не открывала двери. Но я в 20-й школе сказала, что мое мнение, вот спросили о семье, я конкретно ответила, здесь требуется помощь психиатра. Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Иванович Швет данную ситуацию прокомментировал следующим образом. Будет проанализирована работа государственных органов. Месяц назад было принято решение, чтобы эту семью взять в СОП. Месяц лежало решение без исполнения. Конечно, в этом надо разбираться. Почему только месяц назад, а не год, не два, приняли решение, а почему его не реализовали? Почему эти дети голодали? Почему эта мать не могла прокормить их? И определенные должностные лица это знали. В отношении Ирины Куранковой генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 139 УК РБ убийства двух и более лиц, совершенные в отношении малолетних. Однако отвечать перед законом за свой поступок женщина не будет. 16 февраля ее не стало. По неофициальной информации, она перегрызла в больнице Вены. После того, как о трагедии стало известно, общественность разделилась на два лагеря. Одни безоговорочно винили во всем Ирину. Зачем столько рожать, если не можешь воспитать? Расстрел. Туда ей и дорога. Другие, напротив, жалели женщину, считая, что пошла она на этот чудовищный поступок от безысходности и, вероятно, из-за психических проблем со здоровьем. Они были убеждены, что если бы семье вовремя была оказана социальная помощь от государства, этого бы не случилось. В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Находилась ли женщина в состоянии аффекта или под действием каких-либо веществ, установит экспертиза. Расследование продолжается. Знакомые Ирины Куранковой предполагают, что ей элементарно не на что было кормить и содержать детей. По их словам, она не допускала и мысли о том, что их могут забрать в детский дом, а затем отдать на воспитание чужим людям. Поэтому и пошла на этот отчаянный шаг. А как же тогда двое старших детей? Почему о них не задумалась любящая мать? Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Произошедшее на улице Завадского ворше жителям многоэтажек не верится до сих пор. Еще недавно во дворе звучал смех этих детишек, когда они радостные возвращались из детского сада и школы. Страшно даже представить, что они чувствовали, когда родная мать не давала сделать вдох, обрекая на страшные муки. Со старшими детьми Ириной Куранковой сейчас работают психологи. Еще неизвестно, как отразиться на подростках с неокончательно сформировавшейся психикой эта трагедия. В любом случае, не думаю, что для детей она пройдет бесследно. У ребят есть дедушки и бабушки, дяди и тети. В конце концов, есть отцы. Искренне хочется верить, что они не оставят их в этот трудный час и найдут в своем сердце для них место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok